Ты что-то говоришь, слава богу, что у Путин у нас крови нет такой, как-то он все равно это все вывел, отрегулировал, а то в бойне давно бы начали уже бить друг друга, брат брата, поэтому... А недовольные всегда будут. Вот мы сейчас только что выехали из села Примольное, где родился и вырос Михаил Сергеевич Горбачев. Ну прошли там библиотеку, она провела сама, вызвалась в музей, ну я спросил, кто-нибудь есть, кто поддерживает с ним связь? Она говорит, есть, глава администрации. Ну он только что вернулся из Ставрополя и, ну видимо, отдыхает. Нет, наоборот, Ставрополь поехал, мы не поняли. Или Ставрополь поехал, что-то такое, не может там встретиться, я не слышу, догадками. Вот, ну и сама она, все это, библиотекарша, мы с ней немного снялись, она смело так говорила. Пошли, в администрацию повела, мы сделали там снимки, на видео Виктор Николаевич снял. Вот, я там кое-что стал объяснять. Здесь даже на остановке остановились, я спрашиваю, а Примольное это далеко, ну, заправочная перед этим была. А мне это объяснили, я говорю, а есть ли кто там, его друзья, ну это мы не знаем. А как о нем отзываются? Я не слышу, а наши братья говорят, мужик там заматерился один. Вот. Ну, что я могу ему сказать на это? Я выступал, и кто-то неправильно поймет, что в защиту Горбачева, я в защиту истины выступал. Всякое поношение на Горбачева неоправдано. Вот в чем дело. Я говорил, он шел именно на то место, где должен быть. Ему назначено было выполнено, как царем Новухода, носором Киром, которого в Библии называют помазанником. Бог говорит, мой помазанник Кир, языческий царь. Помазанник в переводе означает на греческий Христос. Это вообще непонятный царь языческий. Я считаю, что Горбачев Михаил Сергеевич, он помазанный на это делал. Я сидел в это время в тюрьме, когда он главный доклад свой делал. Сейчас не помню, мне кажется, я считаю псалтырь и решил так. А в тюрьме так шум такой, бегают, динамики новые ставят. Все, чтобы вся тюрьма слышала выступление генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза. А я стою и считаю псалтырь в тюрьме, в тюрьме города Барнаула, 1986 год. Он думает, как только он первое слово скажет, я сразу прекращаю читать и посмотрю, какой стих Библии я так решил. И вот он долго нет, пока предварительное что-то было. И наконец-то первое слово говорит, я посмотрел псалтырь, и там напрасно метутся что-то язычники, совет их не сбудется. Мне надо посмотреть, кажется, в 33-й или 36-й псалон. Я понял, что из того, что он говорит, ничего этого не будет. И сразу в камере говорю. А у нас сидел в камере во главе, как называется, арестованных первых секретарей района, главный рыбак Алтайского края, Север Владимир Митрофанович, коммунист. И преподаватель второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Баксимович. Вот Лозин говорит, вы не думали, что что-то есть мистическая фамилия Горбачев? Я говорю, а что такое? А вот смотрите, он написал, и теперь смотрите, вот по порядку. Видите, Горбачев, еще не говорит? Нет, почему? Ну, Горбатый, Горбачев, можно как-то сказать. Ну, что Горбата по-другому будет, это потом увидите. А вот дальше Брежнев. За ним он сам идет, за Брежневым. Следующий правитель Андропов. В.А. Даже Черненко, Ч. И дальше идет, а дальше идет никто неизвестно. Но он, вроде, в В.Е. стоит. Кто-то на Е должен быть. Чтобы подряд четыре главных лица империи мира, империи зла, империи лжи, и так было в одной фамилии вмонтировано, это нельзя сделать ни одному компьютеру. Люди, которые не соображают, и пропоятся, пропитые, они ничего этого не понимают. В этом есть мистический смысл. И Гитлер, и Сталин, они не родились бы, если бы это было не от Бога. Действительно, народ достоин своего правителя. Я не всегда вспоминаю, был император Хока в Греции. Он убил предыдущего, это полковник, по-нашему сказать. В Маврикии хороший был царь, так, царь Николай. Он его убил, убил жену, убил детей, убил сыновей, убил дочерей. И такой террор установил в стране. Все, ах! И один в пустыне все время молился. Господи, ну почему такого ты правителя дал? Ну народ-то все же в Бога как-то верит. И вдруг Бог заговорил. Бог говорит, долго я искал вам правителя, достойного вас, но не нашел худшего. То есть хуже Фоки никого не было. Так и здесь. Понимай с этой стороны. Назначенная от Бога. Сейчас раз уже будет все по-другому выглядеть. Ты не будешь роптать. Я в разных университетах, я говорю, в воинских частях, вел в милиции и везде. Что сказано Михаиле Меченым? Ничего, слово Меченый, даже и нету слова этого. А Михаил, говорится, это только, ну, Архангел Михаил. Архангел Михаил. Вот о нем написано, а что правитель, Меченый, этого нету. Не надо выдумывать. Вот у него это изящего родимое пятно в виде Африки. Вот об этом хорошо пишет Евгений Евгушенко, что своей компаньерской плане он дал свободу. Непродуманную свободу, которую народ не вынес, эту свободу. И он как изгнанник на островах Елены. Все страны ему как острова Елены и Наполеона. Вот это я понимаю, понимание. У меня тоже о нем написано сеговарение. О том, как он пробирался до власти, выдвижение с Маргаретом Тетчер. Какие были замыслы, как все это было разрушено. Сегодня говорить бесполезно как будто бы, но мы должны понимать историю. Не понимающая историю просто повторяет ошибки, которые можно было не повторять. Господь нам дает сегодня вот это возможность выехать из Прибольного. А я спросил, почему это не Прибольная, а Прибольная. Она ничего не объяснила, мне отдала брошюрку и сказала вот здесь. Много там зарубежных журналов о нем, что напечатаны в музее. Во мне он ничего не вызывает худого. Почему? Потому что я сидел в тюрьмах. Меня мучила психиатрия 26 лет. Это все будет снято как злоупотребление советской психиатрии. Ну это было генерала Петра Григориенко, когда подряд все хватало. И кипело бы об этом дышит институт дураков. Вот не будь этой перестройки. Значит не было бы у нас детского лагеря православного. Не было православной дирекции. У меня не было бы выступления ни в одном отделе милиции. Многолетней моей работы. Ни в воинских частях, ни в университетах, институтах, школах, техниках, заводах, фабриках, радио, телевидении. Нигде бы ничего не было. У нас бы не были сняты фильмы, которые показаны. Не было бы сайта нашего, форума не было, ни Майл.ру. Поездки наши не было, книг не было, ничего не было. А была бы только ливерная колбаса дешевая. Вот что было бы. И поэтому страдать по прошлому, до перестройки, я не намерен. Хотя то, как она пошла. Ну и Горбачев говорит, искренне или нет, что я не хотел, и это не я, это она сама развалилась. И это. Он выполнил означение, которое там в верхах решали в Америке, масоны там где. Вот как понимаем мы это дело. Так что привольно означает, жизнь дал привольную, такой свободы, какая захлестнула Россию, когда вот это уничтожение друг друга пошло во Сталин. Люди недостойны были. Им нужен был только Булак Сталина. Пыль лагерная. Без людей превращали их в пыль лагерную. А он дал из села Привольное полную волю, Приволья. И не оценили, не поняли это. Сегодня как были рабы, греха, пророки тьмы. И человек как от чумы от вас проклятием отпрянет. Это еще Клещеев писал. По Михаилу Сергеевичу наша община волится. Что Бог дал ему покаяние. Я ему пять книг оставил, написал песко в администрации Привольного. Ну, отправит, как точно отправит или как уже, может быть, лично. Вот когда-то будет. Ему 80 лет, а мне только 7. Ему уже 82 года. 82. Он на 8 лет старше меня. Мы не ровесники с ним. Это 8 лет очень значимо в старости. Он многое пережил. И Бога не знает, Христа он не знает. А дадут ему масло, но покаяться. Но если он решит покаяться, ему никто не запретит. Хотя бы пришлось за это и умилить. Не цепляться за эту жизнешнюю карту. Мы записываем на ходу, поэтому кадры прыгают. Так уж, простите. Покажи дорогу, Виктор. Это все из Привольного. Вставляю поле. 4 июля 2013 года. Вы переехали границу между Саверопольским краем и Ростовской областью. Мы уже были в Ингушетии, Карачаево, Черкесской автономной республики, Осетии. Ингушетии, Кабартино-Балкарии. И в Чечне, особенно в Чечне, нас там даже предупреждали, не ездят, на каждую голову режут. Не так это все. Мы там увидели отстроенный чистый город. Рамзану Кадырову я лично подарил вот эти 5 книг. Новый Завет к истинному православию и для Слова Божьего нет вуз. Его администрации оставили. Поэтому надо ставили глазами это умение. Мы обращались дорогой к молодежи, там как проехать. С удовольствием объясняют, с сайтами обменялись. Зашли в библиотеку, как будто специально таких красавиц поставили. Одеты по-мусульмански. Встречают, бегают, призывают, книги берут, расписались, как будто они нас там ждали. Поэтому у меня есть такое письмо от мэра города Барнаула Владимира Николаевича. Он говорит, заочное знакомство еще раз убеждает меня. Оно не несет в себе полноты истины. И если путешествие Господь не остановит, мы надеемся еще быть в Грузии, Армении, Азербайджане и обратно проехать через Чечню. Побыть там в Кудермесе, где какие-то города такие известные. Побыли мы в Буденновске вчера. Записали там в больнице. Бывшая заложница, она, видно, медсестра была или врач, кое-что рассказала. Фотографии там, сколько убитых было. Мы дали даже журнальчик такой посмотреть. Я сейчас даже покажу. Вот здесь, вот, в Буденновск. В Буденновск 10 лет после теракта 95-го, 2005-го года. Это нам там библиотеки подарили. Черный июнь 95-го. Как шли они по улице. Оказалось, что я не знал, сколько террористов. Игорь, человек 150 было. Это была военная операция. Они на улице хватали всех. Из машин вытаскивали. Толпу создать, загнать туда. В больнице мало было людей. Никто не подчинялся. Вот они всех на месте расстреляли. У магазина и на улице сколько-то 130, что ли, трупов одновременно или больше. Вот здесь описано, сколько такие люди погибли. Ну, потом мы можем это показать. Я не говорю о чем-то. Узнали ли люди убитые о Боге? Успели ли они сказать, хотя бы, Господи, прости и помилуй меня? О том, какие-то изображения, такие, видят голуби. Песня, песня «Стая голубей» называется. Вот такая, видите, «Стая голубей». Ну, потом я отдельно можем заснять. А вот что написано. «И будет вечно мирный город погибших в памяти хранить». Сейчас все прыгает. Вот так. Закрыть? Я благодарю Бога, что нас Бог так провел здесь. Мы поскорбели со скорбящими, порадовались радующимися. И практически нас приняли, не считая одной библиотеки. Там какая-то, она не знает, даже библиотека или кто-то там была. Старшего нет, она не знает так. Везде принимали очень хорошо, и мы это все засняли. Потом выставили в интернет. Слово Божие открывает двери везде. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Нам хорошо было, потому что нас нигде не встречали лютые волки, не щадящие стадо и говорящие привратно. Самое опасное в России сегодня это лютые волки, не щадящие стадо и говорящие привратно. Деяния апостолов, 20 глава. Более опасного ничего у нас сегодня нет. Даже я их опаснее террористов ставлю.